Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим эффектную партию, в которой один из соперников отдал 3 шашки и добился победы. Белыми играл мастер Зиновий Цирик, который впоследствии стал гроссмейстером и шестикратным чемпионом СССР. Это, кстати, рекорд. Больше никто подобного не добивался. Черными играл мастер Такса. Был разыгран дебют перекресток СД4, ДЕ5. И обычно в этой позиции играют БЦ3, это дебют перекресток, либо ЖФ4, это дебют вилочка. Но белые сыграли ДЦ3. Здесь возможны немножко другие варианты, чем в классическом перекрестке. Черные играют ЕД6 и белые играют ЕФ4. Полностью, видите, связывают левый фланг черных. И в этой системе есть два плана. Либо играть БА5, но там получаются планы, похожие на обычный перекресток, либо сыграть БЦ5. Здесь у черных есть хорошие шансы на победу. Мастер Таксер разменялся БЦ5 и побил на поле Ц5. Но здесь есть две системы. ЦД2, как было в партии Цирик Таксер, и ЦБ4. Давайте сперва рассмотрим ЦБ4. После этого хода черным лучше всего вывалиться в центр ЦД4. И белым надо играть БА5. Ну, естественно, видите, играть БЦ3 нельзя из-за несложного удара. Черные отдают одну шашку, затем еще одну. Забирают две шашки и, видите, прорываются на преддамочное поле с выигрышем. Естественно, так играть нельзя, поэтому белые играют БА5. Черные начинают атаковать шашку Ф4 нападением ФЖ5. И белым надо меняться ЕД2. Черные продолжают атаку, играют ЖФ6. Ну, и здесь белым лучше всего разменяться. Здесь в книге Хацкевича «25 уроков шашечной игры» рекомендуется ход ФЖ5. Но мне не нравится этот ход после хода ФЖ5. Белые играют АБ4 и на нападение играют ФЕ7 с преимуществом. Поэтому в этой позиции я рекомендую играть ФЖ7 и затем уже нападать ФЖ5 с равной позицией. Здесь у белых преимущества не будет. Также в этой позиции, кроме хода ЦБ4, возможен ход ЦД2. Теперь у черных есть две системы. ФЖ5, как было в партии Цирик-таксер. И еще возможен ход ЦД4. Здесь есть очень классная ловушка, в которую очень часто попадаются начинающие шашисты. Правильно играть ДЕ3, а вот ход АБ4 уже очень красиво проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти классную комбинацию за черных. Черные начинают и выигрывают. ДЦ5 приходится бить шашкой Б4, иначе черные пройдут дамки. Затем черные играют Б7, побили. И затем здесь правильно сыграть ФЖ5. Именно таким образом. Белые бьют на поле Д6. Черные играют ДЦ7. И затем играют ЖФ6. Белые бьют. И черные вот таким необычным способом ловят дамку белых. И сами прорываются в дамки с выигрышем. Хочу обратить ваше внимание, что... Вот в этой позиции напрашивающийся ход. Аж же 5 не дает выигрыша. Потому что здесь возникает равная позиция. Белые успевают поймать дамку черных. Ну здесь, конечно, у черных приятнее позиция. Но выигрыша, похоже, нет. После хода СД4 белым лучше всего напасть ходом ДЕ3. И здесь есть такой вариант. ДЕ7. Бой. Побили на Д2. Белым лучше побить на поле С3. И после хода ЕД6 сыграть АБ4. Черные атакуют. Правый фланг белых. Но у белых есть уравнение. И они играют Б5. И затем СД4. И возникает примерно равная позиция. Также после хода СД2 возможен такой вариант. Черные нападают ФЖ5. Видите, ФЕ3 закрываться нельзя из-за комбинации. Тоже можете поставить видео на паузу. И попытаться найти несложный удар за черных. Черные отдают одну шашку. Затем еще две. И забирают уже 4 шашки. За счет лишней шашки черные должны победить постепенно. Правильно, конечно, закрываться ДЕ3. Ну и в этой позиции можно, в принципе, и ЖХ4 сыграть. Но более интересный вариант с жертвой шашки есть. ЕД4. И вот теперь сыграть ЖХ4. Как играть белым? Видите, грозит под ХЖ5. И черные уравняют позицию. Поэтому белые играют ЕД2. Черные играют Б7. Белые играют БЦ3. Ну, пока единственные ходы. И черные играют АБ6. Вот в этой позиции уже есть два хода за белых. СБ4 и СД4. Давайте рассмотрим оба. После СБ4 у белых преимущества нет. Черные нападают Б5. Надо закрываться. И меняются ЖФ6. Несмотря на лишнюю шашку, к ничьей должны стремиться белые. Единственный ход здесь ФЕ5. Все остальное уже проигрывает. Белые возвращают шашку лишнюю. Ну, и постепенно партия приходит к ничьей. Тут особо ничего интересного нет. После хода СД4 черные играют ФЕ7. Теперь у белых есть два плана игры. Либо играть АБ2, либо ДЦ3. Давайте рассмотрим ход АБ2. После АБ2 черным надо сыграть ЕФ6. Это единственный ход. Размен ЖФ6 уже проигрывает. Теперь белые играют БЦ3. Ну, и на ход ФЖ5. Белым надо жертвовать обратно лишнюю шашку. ЕФ6. Правильно черным бить с перебоем. Сперва бьем на Е5. Остальное проигрывает. Ну, и здесь после размена ФЕ5. Черные меняются. ЕФ6. Тоже единственный ход, кстати. И наобить только вперед-назад проигрывает. И здесь партия постепенно приходит ничей. Например, ЕФ4 сильнейшее продолжение. Ну, и на ход БА5. Белым лучше всего провести размен 3 на 3. Так называемый тройной одеколон. Ну, и далее партия завершается ничей. ДЕ3. ФЖ5. ХЖ3. Черные жертвуют шашку АБ4. И нападают ЖХ4. Белые отходят. Ну, и после хода СД6 возникает примерно равная позиция ничейная. Разобрали ход АБ2. Это анализ гроссмейстера Валентина Абаулина. Из стулы. Ныне покойного. Ну, здесь в этой позиции, кроме хода АБ2, еще возможен ход ДЦ3. Ну, и давайте все-таки рассмотрим партию Цирик Таксер. Чем же здесь все закончилось. Черные разменялись ЖФ6 и побили назад. Ну, и в этой позиции возможны 4 хода. Правильно здесь пожертвовать шашку ФЖ5. Это наиболее сильное продолжение. Также можно сыграть СБ4. А вот ходы ДЕ5 и АБ2 уже слабые. Давайте рассмотрим сперва ход ДЕ5. Как их сыграл будущий игросмейстер, шестикратный чемпион СССР Зиновий Цирик. После ДЕ5 черные играют АЖ7. Ну, и после хода ЦД4, еще спасал ход АБ2, а вот ЦД4 уже проигрывает. Смотрите. Черные играют ЖА6 и грозят подорвать пункт Ф4. И прорваться на преддамочное поле. Поэтому белым приходится жертвовать шашку ЕФ6 и играть АБ2. Но черные здесь очень красиво побеждают. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Не расстраивайтесь, если у вас ничего не получится. Выигрыш очень необычный и эффектный. Черные играют Б5, жертвуют шашку. Затем жертвуют еще две шашки после хода АБ4 и бьют именно на поле А5. Парадоксальная ситуация. У белых две лишние шашки, но нет даже ничьей. В партии еще было БЦ3. Черные побили на Д6. Ну, и после хода ЦД4 черные разменялись и белые сдались. Видите, нельзя играть ФЕ5. Единственный ход. Тогда черные меняются и бьют на Д4. Шашка Д4 беспрепятственно идет в замке и черные легко побеждают. Очень красивая и эффектная партия. Все-таки в этой позиции еще были несколько продолжений за белых. Также плохо за белых играть АБ2. Этот ход проигрывает. Черные играют ЕФ6. Ну, и здесь есть два продолжения. После ФЖ5 черные меняются. Ну, и несмотря на лишнюю шашку, белым, видите, некуда ходить. Можно только сдаться. Если же белые в этой позиции меняются, допустим, ДЕ5, тогда черные играют АЖ7. Белые играют БЦ3. Здесь надо сделать точный ход. ДЕ7. Все остальное хуже. Теперь на ход СД4 просто играем ЖА6 и грозим подорвать пункт Ф4. Белым приходится жертвовать шашку ЕФ6 и играть ДЕ5. Тогда черные играют ФЖ7. Ну, и видите, белым некуда ходить. Остается только сдаться. То есть, в этой позиции плохо было играть АБ2. Также в этой позиции, смотрите, после размена ДЕ5 и АЖ7, БЦ3, ДЕ7, здесь еще, возможно, возможен ход СБ4. Здесь выигрыш также у черных, но уже более сложный. Черные играют БА5 и белые играют ЕФ6. В этой позиции надо правильно побить. Обратите внимание, что надо бить только на поле Ж5. А вот бой на Е5 уже красиво проигрывает. Белые делают присоску, так называемую, или контур-удар ФЖ5. Ну, и куда бы черные не били, допустим, на Ф6, белые проводят комбинацию. Играют ЖА4, затем АЖ5, затем ДЕ4. И смотрите, видите, красиво забирают пять шашек соперника и побеждают. Так что будьте внимательны. Здесь можно легко запутаться. После жертвы ЕФ6 правильно бить на поле Ж5. Тогда белые бьют на А6, белые на С3. Ну, и здесь еще надо тоже быть точным за черных. Белые играют ЖФ4, черным надо играть СБ6, единственный ход на победу. Белые играют АЖ3, и черным надо играть ЖФ6, снова единственный ход на победу. Ну, и после нападения в Ж5, здесь уже можно закрыться. ФЕ7. Ну, и после хода ЖА2 сыграть БА5. Ну, и тут есть два варианта. После ЕФ4 играем просто СБ4. Ну, и видите, белым просто некуда прилично пойти. Остается только сдаться. Если же белые играют ЖФ4, тогда черные играют АБ4, идут на связку. Ну, и после хода АЖ3, здесь можно СБ2, СД2 пожертвовать. Без разницы. Мне больше нравится вариант СД2. Здесь также белые еще сопротивляются, отдают шашку. Просто идем в дамки, и после жертвы, ФЖ5 и нападения, проводим небольшую комбинацию. Отдаем две шашки, затем еще одну, и бьем на Ж7 с выигрышем. То есть мы, друзья, выяснили, что ход АБ2 уже проигрывает. Два плохие хода, отмечу красным еще раз, ДЕ5 и АБ2. В этой позиции можно было сыграть СБ4, здесь партия очень быстро заканчивается. Черные играют Б5, белые идут вроде бы в дамки, но черные жертвуют еще одну шашку. Ну и здесь, друзья, обратите внимание, тоже парадоксальная ситуация. У черных всего лишь 5 шашек, у белых 7, но несмотря на две лишние шашки, у белых ничего нет лучше, чем вот этот вариант ФЖ5. Отдать одну шашку, затем еще отдать вторую шашку, ЕД4. Ну и после хода ФЕ3 партия постепенно закончится ничьей. Лучшего у белых нет. В принципе, в этой позиции можно играть СБ4, но и сильнейший вариант здесь играть за белых ФЖ5. Вернуть лишнюю шашку и сыграть же Ф4. Теперь у черных есть два хода. ФЖ7 и АЖ7. АЖ7. Уже здесь проигрывает. Смотрите. Белая игра от АЖ3, черная игра от Ж6. Но лучшего нет, видите. Правый фланг черных связан пока. Белая игра от... Так, не Ж4, прошу прощения. Белая игра от АБ2. Ну и после хода ФЖ5 нападают Ж4. Черным приходится закрываться ЕФ6. И белые меняются до Е5. И сперва бьют, ну допустим, на Ф6. Приходится играть ФЕ7. Лучшего у черных нет. Ну и после всех разменов связки сказываются в пользу белых. Например, БЦ3, Ж4, ЕФ6, Б5, СД4 напали. Приходится закрываться СБ6. Ну и после нападения до Е5 снова приходится закрываться БЦ7. Белые здесь уже сами жертвуют шашку ФЕ7. И видите, беспрепятственные идут в дамки. ЕФ6. Ну и далее еще возможно, допустим, АБ4, ФЖ7. БЦ3, Ж8. Надо как-то прорываться в дамки. Черные отдают две шашки, пытаются пройти в дамки. Но здесь следует удар по затылку. И белые празднуют победу. Так что, в этой позиции от АЖ7, запомните, он уже проигрывает. Отмечу красненьким. Правильно играть ФЖ7. После этого хода партия завершается ничьей. Например, ФЖ3, ФЕ5. Бьем, естественно, на Е5. После, допустим, размена ЖХ4, это сильнейший вариант, играем БА5. Бесполезно играть СД4. Можно сыграть АЖ5, в принципе, с равной позицией. Можно сыграть АБ2. После размена СБ4, партия постепенно заканчивается ничьей. Друзья, если вам понравилось сегодняшнее видео, обязательно ставьте Лукаса, подписывайтесь на канал, поддержите мое творчество, пишите комментарии, задавайте вопросы. Если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.